Итак, предыдущим постом в ВК и Телеграм-канале я указывал ссылку на Рутуб-канал. Для чего это вообще? Это вовсе не значит, что нужно переходить туда, от всего остального отказываться. Нет, ваш выбор – это ваше право. YouTube – хорошая площадка, все уже привыкли, очень удобно ей пользоваться. Я сам просматриваю там регулярно видеоролики. Но так и непонятно, отключат, не отключат. Если отключат, то когда уже можно наблюдать динамику закручивания гаек с той стороны. Одно из них – отключили монетизацию. Не совсем хорошо для блогеров, денег не заработаешь, но можно смотреть видео без рекламы. Когда еще такое было? Несмотря на это, я продолжаю заливать видео на YouTube, пока сохраняется аудитория, пока нам его не отключили. И вот если рассмотреть такой сценарий, что YouTube отключит, где я буду делиться с вами своим контентом? Где? Ну вот же, ВК. Все просто доступно. Можно пост написать, фото, видео, комментарии, вопросы, ответы. Меня устраивает. Но минус в том, что размещенная публикация сегодня, через неделю, уже будет далеко внизу. А через месяц. Если я захочу найти какой-то пост или видео на странице человека, который публикует новости каждый день, а то и не по одной, это сколько мне нужно будет пролистать вниз. На YouTube в этом плане все гораздо проще и удобнее. Там есть своя поисковая система. Также можно на канале у авторов через плейлисты или просто зайти и посмотреть, найти необходимое интересующее меня видео, которое даже было несколько месяцев или там несколько лет назад опубликовано. То же самое предлагает Rutube, Rutube, для хранения, размещения и поиска видеороликов. Сейчас Rutube это резервная площадка, куда я потихоньку перетаскиваю свои видео, чтобы они были. Не все наиболее значимые, как я считаю. Поэтому, когда отключат YouTube, вы знаете, где меня найти. Что касается телеграм-канала. Не допонял я этот ресурс. В ВК, на мой взгляд, все гораздо функциональнее. Наверное, буду все-таки отказываться. В этом плане куда интереснее и лучше Яндекс.Дзен. Есть такое, поглядываю в ту сторону, потихонечку мониторю, смотрю, чего к чему. Может быть, туда перейду, хотя не факт. Что-то то же самое, что и ВК, Инстаграм. Мне не нужно очень много площадок, потому что это, к сожалению, занимает колоссальное количество времени, огромные ресурсы. Достаточно мне иметь, как я считаю, это вот какую-то социальную сеть для публикаций текстовых и видео, какие-то записи делать, делиться новостями ежедневно. Это вот как Инстаграм, ВК или Яндекс.Дзен. Наверное, пока ВК, это остаюсь, это железно. И какую-то площадку для видеоформата, где будут размещаться видеофайлы, мои видеоролики, которыми можно будет воспользоваться в любое время. И там структура такая будет, что удобно этим пользоваться, как вот на Ютубе. То есть сейчас это Рутуб. На Ютубе я все то же самое продолжаю функционировать, но параллельно буду размещать то же самое и на Рутубе для резерва, когда нам закроют, не знаю, да или нет. В общем, в любом случае, обо всех изменениях я буду ставить вас в известность, так что остаемся на связи. Рутуб. Рутуб.